Здравствуйте, друзья! У нас сегодня среда, тут речка. В пятницу будет инспекция. По этому инспекцию они крышу тоже фанерой накроют. И когда инспекция будет пройдена, мы надеемся, что будет пройдена успешно, тогда крышу, вот эта фанера, которая ляжет на крышу, ее накроют бумагой изолирующей. И тогда можно сказать, что дом упакован на случай дождик или чего-то. В общем, все так пока планируют. А мы пока мысленно решаем такую задачу. Видите, вот тут один уровень грунта, а участок, он как бы изначально не горизонтальный, он с уклоном. Вот та точка в углу, который мы видим, а там самое высокое место. Там будет беседка. Значит, проблема в общем, вывоз грунта стоит денег, причем стоит хорошо денег. И вот мы видим, что участок, да, в ту сторону растет. Но мы исходим из того, что у нас две внучки, значит, нам, соответственно, нужно такое место, где дети могли бы там скакать, прыгать. И должна быть хорошая площадка вот тут посредине, и дорожки, чтобы на велосипеде кататься, там и песочница будет, и так далее. И вот вопрос, который вот, если хотите поучаствовать, вопрос такой, как это все расположить здесь, чтобы по минимуму вывести грунта. Значит, причем имейте в виду еще вот что. От дома, вот видите фундамент, да, от дома горизонтальная вот эта вот площадка, туда должна, даже она под уклоном немножко вниз должна отходить от дома, чтобы вода стекала. Это 6 футов, ну, грубо говоря, 2 метра. Вот 2 метра от дома должен быть такой уклон немножко вниз, потом какая-то площадка, а потом, может быть, там уже беседочка и все остальное. В общем, а землища много. Вот я не знаю, насколько вам это видно. А вот я так стою и так мысль такая, знаете, нифига себе вот меня так посещает. В общем, земли много. Больше того, под забор копать мы тоже не хотим, потому что тогда нужно будет как-то там фиксировать этот забор. Если вы посмотрите, вы увидите, что участок с той стороны, он тоже выше нашего немножко. Это, может быть, не так видно по забору, но это так. Вот. Так что у нас тут можно учить испанский язык, если кому-то нужно, денег не стоит, а можно учиться. Давайте я на стройку сейчас зайду на секунду. Я хотел вам показать, что они сначала доски гвоздями гвоздями прибили, эти вот потолочные, а сейчас вот они вот этими металлическими скобочками, как я и предполагал, значит, вот каждую доску конкретно они вот так прикрепляют. Так вот процесс. Вот видно окошечки какие-то, да? Это еще половина окошка, оно потом разрастется. И вот тут окошка, но его еще нет вырезанного. Мусаж, душ, он еще. Вот все остальное. Вот так не хочется мешать ребятам в работе. Вот видите, у него на полу лежат вот эти пластины металлические. Вот там окна уже, хорошо видно. Вот он на полу лежит на бегле, а мусор. П колес! И за моими сними! И за меня – поя-каким. То есть ты на говну под? Entonces ты на планах – одиесет футбол? То есть – ой. Да, 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 да. А я и говорю… Ну, да, 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 да. Ну, да, да, да. Удиви, конечно.